кредит. А по времени когда это может быть? Это должно быть сделано буквально прямо сейчас, потому что деньги на это выделены. Но я не хотел бы, чтобы были иллюзии. Мы не сможем сейчас раскочегарить объемы потечного кредитования сразу же до тех цифр, которые были. Вот эти 633 миллиарда, это очень большие деньги были для нашей страны. У нас уже почти пятая часть населения могла решить свою жилищную проблему за счет собственных средств. Включая, естественно, заемные средства под свои доходы. Это очень хороший уровень. Потому что даже в самых развитых странах люди решают свою жилищную проблему за счет приобретения собственного жилья только наполовину. Половина продолжает жить в арендованных домах, в арендованных квартирах, в квартирах, которые получены по договору найма. Так вот, наша цель, конечно, хотя бы удержаться на этом уровне сейчас. И для этого, в принципе, все финансовые решения есть, но мы не сможем, допустим, делать это по сплошному сценарию. Мы должны поддержать наиболее уязвимые категории. Это, в принципе, задача, с которой должны справиться территории. Они сами должны решить, кого поддерживать, иными словами. Это молодые специалисты, просто молодые семьи. И это очень важная задача, потому что мы сейчас считаем, что порядка 40 тысяч только таких квартир можно было бы сделать в этом году. Значит, это пенсионеры. Это работники социальной сферы и бюджетники. То есть те люди, у которых нет дополнительных источников дохода. С теми же я, я думаю, мы сейчас завершим. Только добавлю, что это настолько важная сфера, которая дает работу сотням тысяч человек. И, конечно, здесь очень важно, чтобы люди ощущали свою защищенность и те, в том числе, которые работают в этой сфере. Татьяна, вы знаете, я не могу на это не отреагировать. Вы правильную вещь сказали. Это не только для каждого человека важно, потому что всем нужна нормальная квартира. Всем нужен хороший дом. Значит, и это те потребности, которые невозможно решить в принципе раз и навсегда. создаются новые семьи, у людей потребности растут. Но очень важно и то, что жилищное строительство создает так называемый мультипликативный эффект. И от того, как у нас обстоят дела на стройке, зависит очень многое. Кстати, по итогам первых трех месяцев, как ни странно, мы даже выросли на 2% по отношению к первому кварталу предыдущего года. Есть, наверное, момент инерции. Ну, это, конечно, инерционный момент. Это связано с тем, что мы сделали хорошие заделы в прошлом году. Но очень важно все-таки эти темпы не снижать и по строительному комплексу в целом, потому что от этого зависит и огромное количество рабочих мест. Да. Вот, кстати, о сфере занятости. Ну, ситуация здесь, конечно, сложная. И вроде бы темпы роста безработицы снизились, да? Да и власть принимает меры для того, чтобы помочь людям, потерявшим работу. Но создается впечатление, например, у меня, да, что наш единственный ответ – это выплата пособий. Потому что все остальное – это организация общественных работ, да, программы переобучения, гранты на открытие своего бизнеса. Ну, это не работает или работает не так, как хотелось бы. Конечно, мы начинали с самых простых форм. И наша задача была, мы это не скрывали, это была, на мой взгляд, честная позиция – помочь самым обездоленным, самым уязвимым категориям населения. А как им помочь? Просто деньги поплатить. Поэтому сначала было принято решение о пособии. Мы его увеличили все-таки достаточно существенно – пособие по безработице. Но это не значит, и вы абсолютно правы, что мы должны на этом остановиться. Мы должны сегодня думать и о том, как помочь людям, которые готовы внутренне найти новую работу, пойти работать в бизнес, постараться создать свое дело. Это гораздо сложнее, чем просто получать пособие по безработице. Это момент внутренней мотивации, если хотите, воли, энергии такой к жизни. Но это, с другой стороны, и наиболее ценные решения, которые люди принимают. И в этом смысле все-таки мы определенные решения сейчас приняли. Смысл их заключается в том, чтобы создавать новые рабочие места и новые стартовые условия для занятия малым бизнесом. Да, пока это небольшие деньги. Их размер зависит от тех решений, которые принимаются в субъектах федерации. Но все-таки это некий стартовый капитал для того, чтобы начать свое дело. Значит, общая задача заключается в том, чтобы в ближайший год организовать довольно значительное количество временных рабочих мест. Их должно быть создано практически 1 миллион 70 тысяч. Это довольно значительная цифра для нашей страны. Значит, мы должны заняться переобучением людей. И в рамках тех программ, которые были созданы, и которые, кстати, сегодня, наконец, утверждены всеми субъектами федерации. Я там на часть руководителей регионов ругался. Значит, эти задачи исполнены сегодня. Программы утверждены. Они начали работать. Порядка 260 тысяч человек должны пройти переобучение. Это тоже очень важная вещь. В целом, за последнее время, действительно, темпы прироста безработных, они снизились, существенно снизились по отношению к январю-февралью. У нас в январе-феврале был довольно существенный рост, около 9%. Значит, в марте-апреле это уже полтора процента. Это существенно меньше, но произошло это в том числе и за счет того, что тот, кто раньше не хотел зарегистрироваться как безработный, сейчас все-таки зарегистрировался, понимая, что это деньги. Значит, но, конечно, это и результат все-таки работы по организации новых рабочих мест. И вот эта часть работы, она должна быть существенным образом просто активизирована. Потому как сейчас задача уже заключается, повторю, в том, чтобы создать полноценные возможности для тех, кто готов трудиться в новых условиях, даже иногда, может быть, переезжая в новую для себя местность, в новые условия для своего труда. Ну, то есть, это речь идет о тех, кого принято называть социально активными гражданами. Для тех, кто считается социально активным, или для тех, кто для себя принял такие сложные решения, потому что иногда обстоятельства подталкивают к большей социальной активности. Дмитрий Анатольевич, вот буквально за несколько дней этой недели вы в интервью нашим коллегам из «Новой газеты» на публичных встречах обсуждали судьбу гражданского общества и демократии в нашей стране. Мне придется заглянуть в бумажку. Вот реакция в комментариях и интернет-блогах. От позитивно-нейтральных, ну, наконец-то, власть об этом вспомнила. До резких. Эта тактика власти в основном на экспорт, и даже печальная есть. Как только в стране кризис, власть начинает говорить о демократии, как в 90-е. В благополучные годы все за стабильность, а теперь, когда в России непростая ситуация, опять, конец цитаты. Как вы к этому относитесь? Ну, я, во-первых, считаю, что очень хорошо, что есть разные точки зрения на эту тему. И разные оценки власти. Собственно говоря, мы к этому и стремились все последние годы. В том числе, давая возможность людям оценивать действия властей, исходя из реальных результатов. Что же касается темы демократии и стабильности, демократии и возможности решения самых насущных задач, то, мне кажется, ни в коем случае нельзя противопоставлять эти вещи. Было бы самым плохим сценарием, а это, кстати, бывало в нашей истории, когда действительно разговорами о реформе политической системы пытались подменить самые фундаментальные, самые главные для человека вещи. Возможность заработать нормальные деньги, возможность прокормить себя, семью, спокойствие и безопасность на улицах. Просто жизнь человека. Поэтому я считаю, что мы не должны сейчас противопоставлять эти вещи. Говорить о том, что мы сейчас в другой фазе развития, пора заняться, допустим, какими-то политическими преобразованиями. Наоборот, я считаю, что в период кризиса, полноценного финансового кризиса, мы скорее должны заниматься главными задачами, а именно преодолением последствий этого кризиса. То есть решением насущных экономических проблем. От макроэкономических до вполне конкретных, о которых мы с вами только что говорили, скажем, проблем жилищных. При этом не выпуская из виду простую вещь, что даже в этот очень сложный период, от того, насколько синхронно, совместно, солидарно будет действовать государство с одной стороны и гражданское общество с другой стороны, зависит наш успех. Причем в этой ситуации очень важно, чтобы этим занимались все. Не только те, кто считает, что последние годы мы развивались по абсолютно правильному сценарию. Есть люди, которые считают иначе, но именно от того, как мы будем работать, совместно работать в преодолении кризиса, зависит и то, что мы сможем создать в будущем. Я имею в виду и полноценную экономическую систему, благополучную экономическую систему, и развитую политическую систему, развитую российскую демократию. Спасибо, Владимир Анатольевич, за беседу. Спасибо.